День с толком Смотрите в этом выпуске Кандидаты на должность мэра Барнаула Кто они, от какой партии и с какими шансами? Лучше всего, конечно, мэру начинать с чистого листа Позиционироваться как партия барнаульцев Лидер алтайских коммунистов доказала, что ее незаконно лишили поста главы фракции в АКЗС Чтобы доценты не расчленяли студенток Учителей и преподавателей могут заставить проходить психиатра Люди разные бывают Высшее образование как-то не показатель здравого ума Уже завтра начинается прием документов от кандидатов на пост главы Барнаула И пока известны всего два претендента Оба от оппозиционных партий Хотя эксперты говорят о фиктивности этих выдвижений Для чего нужны электоральные танцы И почему выгодно их поддерживать и не поддерживать Смотрите далее Профессор, доктор медицинских наук Елена Хрусталева Она же депутат городской думы Готова устранять и воспаление общественного мнения Кандидат в мэры уже завтра несет комиссии Свои документы и программу Как оздоровить весь город Индустриализация города Барнаула Восстановление предприятий Привлечение новых предприятий Привлечение инвестиций Не в развлекательные программы или еще какие-то А именно в предприятия, которые создадут большое количество рабочих мест Рабочие места будут Будет много налогов Будет достаточно денег, чтобы выполнять разные программы Эта кампания уже отмечена активным обсуждением самой выборности Которых в Барнауле нет с 2010 года Игорь Савинцев, первый назначенец Запомнился уголовным делом Его сняли из-за махинаций с муниципальной землей Следующий Сергей Дугин Тихим нравом, цитатами Почему вы всегда негатив ищите какой-то Все в хорошем, вам нужно найти негатив Мы считаем, что это будет такой прорыв А еще набережная, рубка деревьев И замена асфальта на плитку Неудивительно, что жители заговорили о выборах Но их не услышали И справедливоросы не стали выдвигаться Народ избрал бы, наверное, человека Который был бы им ближе Поэтому это вот как раз и есть наша политическая позиция Они проведут соцопрос И поднимут тему выборов вновь Как и либерал-демократы Они, кстати, выдвинули Алексея Скасырского Опытного управленца и главу фракции в Гордуме Ставка партии на благоустройство А выборность вновь разберут через год Возможно, уже более серьезно И если выборы будут, победит оппозиция, уверены в ЛДПР Другое дело, выдержит ли победитель Если это будет, грубо говоря, оппозиционный мэр Ему придется очень тяжело на данном посту Потому что все-таки будет административное давление Со стороны, скажем так, высших эшелонов Всем понятно, и самим партиям в том числе Что они не претендуют на то, что их кандидаты станут мэрами Но эту площадку партии используют для того, чтобы Первое, заявить о себе И второе, это действительно программное заявление То, что партия доверила Скасырскому или Хрусталевой Быть выдвинутым кандидатом на мэр Упрощает их позиции внутри партии Мы видим в них тех фигур На которых партия будет делать ставку В том же 2021 году на выборах в АКУЗС А вот у правящей партии кандидатов пока нет Их может и не быть, уверен политолог Чтобы не перекинуть ему свой антирейтинг Единая Россия просто поддержит самовыдвиженца Это имя, возможно, узнаем уже завтра Кстати, реакции губернатора ждать не стоит, объясняет Лукин Сейчас ему лучше отстраниться, чтобы дать волю депутатам Анастасия Драган, Алексей Фризин, День с толком Суд признал незаконным смену руководителя фракции КПРФ в АКЗС Напомним, Марию Прысакова отстранили от должности в мае прошлого года И на ее пост назначили Максима Талдыкина Несмотря на протест депутатов, руководство АКЗС тогда утвердило нового руководителя в должности Правда, позже сам Талдыкин снял с себя полномочия И Марии Прысаковой удалось вновь встать во главе фракции Причем те же депутаты, которые голосовали за ее увольнение, проголосовали и за возвращение Марии Всего для восстановления Прысаковой в должности понадобилось 5 голосов Это событие случилось в мае, но суд поставил точку в вопросе только сегодня Я решила все-таки иск не отзывать и получить подтверждение аргументов о неправомощности в принципе этого решения И незаконность у меня отстранения от руководства фракции Так как решающую роль в данном вопросе, на мой взгляд, сыграл руководитель законодатель, представитель законодательного собрания Романенко Мало ли какие решения принимаются, легитимность им придает как раз их признание, либо непризнание Итоги уходящего года в сельском хозяйстве региона сегодня подвели на масштабное мероприятие аграриев Лучшим вручили государственные и краевые награды Валентина Аскерова расскажет и о том, с какими трудностями в этом году пришлось столкнуться работникам сельхозсферы И как они пытаются решать эти проблемы Сегодня их праздник в зале Краевого театра драмы, труженики полей, комбайнеры, доярки, водители, механизаторы и руководители хозяйств Свыше 700 человек, многие посвятили отрасли большую часть жизни Так начальник механического цеха из советского района Александр Байдин в сельское хозяйство пришел еще мальчишкой Там и остался сегодня за верность профессии губернатор вручает ему почетную медаль Общий стаж у меня 53 года, полностью работаю в этой промышленности, мукомольной крупиной А делаем, ну я по крупине не буду касаться, потому что у меня цех механика, технологический цех Поэтому мы делаем оборудование для нашего производства, где ремонтируем На мероприятии подвели итоги года К примеру, аграрии собрали свыше 4,5 миллионов тонн зерна Больше 1 миллиона тонн сахарной свеклы – это достойный показатель Отметил губернатор, тем более, что год был чрезвычайно сложным В 15 районах бушевала засуха Вы знаете, что целый ряд наших районов степных К сожалению, оказались практически на грани принятия решения о введении Наверное, режима чрезвычайной ситуации Урожай спасли, ЧАЭС не ввели Правда, отдельные фермеры все-таки понесли серьезные убытки Так, зернохранилища фермера из Михайловского района Виктора Дафта в этом году оказались полупустыми Кстати, осложняет жизнь не только засуха, но и дополнительные налоги для сельхозтоваропроизводителей С этого года для сельхозтоваропроизводителей ввели налог на добавленную стоимость И 10% от цены мы отдаем государству Еще один удар по карману аграриев – это перевооружение Стоимость одного трактора – 7 миллионов рублей, а уборочного комбайна – 30 миллионов Благо, еще действует госпрограмма, согласно которой аграриям компенсирует 15-20% стоимости приобретенной отечественной сельхозтехники Ее все грозятся отменить Или это рекламный трюк этих продавцов, что вот сейчас не возьмет ее, дальше не будет Или действительно где-то обсуждается вопрос, что ее пора прекращать Оказывается, подумывают отменить уже давно Если это произойдет, мелким фермерам новой техники не видать, уверены представители районной власти Тяжеловато будет, опять же, получается, что если этой программы не будет, то технический парк будет перевооружать только крупные сельхозтоваропроизводители Мелким опять останется только менять старые А вот автомобили некоторым фермерам сегодня поменяли бесплатно В рамках праздника выдающимся аграриям вручили ключи от Нивы, Шевроле и Лады Валентина Аскерова, Александр Антропов, День с толком Переходим к другой теме Все преподаватели будут обязаны иметь справку о здоровье от психиатра С такой инициативой выступили депутаты Госдумы Сейчас законопроект находится на рассмотрении Отсеивают ли сейчас психов из рядов педагогов И как к возможному нововведению отнеслись барнаульцы В сюжете Дарьи Демиллер Почему не сделаны домашние задания? У тебя что-то умер? Ты чего пью мне твои? Распусти руки Это яблок надо дать Ты мне четыре года кровь пьешь А улыбаться тут еще? Хам! Какого лешего ты пришел? Что тебе тут надо? Что, тебя учить-то? Дорога, учить только поздить Интернет пестрит видеозаписями, из-за которых учителя становятся главными героями скандалов Агрессия и даже физическое насилие могут быть причинами психиатрического диагноза, уверены депутаты Инициатива обязать всех педагогов, в том числе университетских, проходить психиатрическое свидетельство не возникло после резонансного дела в Санкт-Петербурге В ноябре преподаватель СТФАК СППГУ Олег Соколов жестоко убил свою аспирантку Анастасию Ещенко Ну, понятное дело, на какие-то провокационные жесты со стороны студентов Он мог ответить какой-то глупостью Ну, скажем так, невозможно, он был человеком авторитарным с этим характером Но, вроде бы, таких много Сейчас учителя проходят психиатров во время ежегодных профосмотров Особенно внимательно обследуют сотрудников детских домов и тех, кто работает со сложными детьми Такую же проверку вменяемости по 302-му приказу Минздрава обязаны проходить все представители опасных профессий Врачи, водители, полицейские, военнослужащие Связано с тем, что педагоги, конечно, это категория сотрудников, которая подвержена достаточно значительным психоэмоциональным перегрузкам И работающий в этой сфере человек, он должен уметь противостоять этим нагрузкам То есть иметь, в принципе, хорошее психическое здоровье, это необходимо Если не цатьеводумцев вступит в силу, то все сотрудники образовательной сферы будут обязаны доказать Что они не психи, а сначала перед приемом на работу, а потом еще и каждые 5 лет Кроме того, педагоги, имевшие приводы в полицию, будут отстранены от работы Должны ли преподаватели вузов и школ проходить обязательно психиатрическое обследование? Я думаю, что да Почему? Почему? Ну, потому что люди разные бывают Высшее образование, кажется, это не показатель здравого ума Прежде всего для самих людей, я думаю, будет не то что полезно, а необходимо Потому что многие люди обращаются за помощью, либо проходят обследование достаточно редко Ну, почему? Потому что у нас сейчас такая, как бы, это самое, бардак, творится хаос Поэтому все на нервах, не только учители, мы тоже С этим мнением согласны и представители образовательной сферы Всегда ли только в учителе дело? Проблема-то она комплексная Может быть, тогда имеет смысл всем участникам педагогического процесса Проходить обязательное психиатрическое освидетельствование Прежде всего и родителям, а также и ученикам Потому что здесь, ну, такая, это вот, как бы, одно без другого не существует Да, это единая система Возможно, скоро психоневрологический диспансер Барнаула Станет своеобразным центром притяжения всех педагогов Ну, а пока, к сожалению или к счастью, инициатива Госдумы находится на рассмотрении Нарина Миллер, Илья Халяпин, День Столка В Барнауле побывали одаренные дети из Китая Они приехали в Россию благодаря крупнейшему китайскому благотворительному фонду Сун Цин Лин Вместе со своими наставниками они посетили образовательный центр «Наследники Ползунова», созданный фондом Андрея Мельниченко При поддержке сибирской генерирующей компании И познакомились с возможностями российского технического образования Расскажет подробнее Илья Кочетков 11 китайских школьников, победители технических научных конкурсов с интересом наблюдают за тем, как построен учебный процесс в центре «Наследники Ползунова» в Алтайском техническом университете Разница культур не преграда Язык технологии и прогресса позволяет им найти понимание и с российскими школьниками, и с преподавателями Да, пожалуйста, то есть вот есть инструкция Сун Цин Лин – крупнейший государственный китайский фонд, поддерживающий в частности талантливых детей Его представители говорят, Россия и Китай – стратегические партнеры, а значит в области образования взаимодействие тем более важно Мы рассчитываем на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество и ждем ответные делегации именно из вашего города Тем более я здесь встретил китайских студентов, которые уже учатся у вас и говорят, что получают прекрасное образование Чтобы жить в мире, в соседстве, как раз прежде всего очень важно взаимодействие детей И там и тут это интеллектуальная элита, это потенциальное наше будущее Это дало возможность объединить усилия двух фондов – китайского и российского – с тем, чтобы потом, в дальнейшем, работать по совместным программам подготовки талантливых детей Взаимодействие уже приносит первые плоды И как нам пояснило руководство фонда Мельниченко, уже на следующий год запланирован первый российско-китайский конкурс технических проектов Кроме того, у алтайских школьников есть шанс отправиться на конкурсы в Китай В начале следующего года на базе центра «Наследники Ползунова» пройдет отбор претендентов Илья Кочетков, Алексей Фризин, День с толком До Нового года остался еще почти месяц, а сегодня во всем мире отмечают День заказов подарков и написание писем Деду Морозу Наша съемочная группа узнала, что бы хотели получить в подарок барнаульцы О чем же они мечтают, узнала Дарья Демиллер Расскажите, вы в Деда Мороза верите? Конечно А что бы хотели попросить на Новый год? В моем положении – здоровье, главное Здоровье Я прошу, во-первых, счастья своим детям, своим кошкам и своим студентам Много кошек? Три Снесси Снесси, она отлично Как-то счастье Почему не веришь в Деда Мороза? Никого не существует Как не существует? Существует, я верю А пишите письма? О, ну я сейчас не пишу, конечно Но внук пишет точно Вы пишете письма Деду Морозу? Внуки пишут? Нет, внуки пишут Что просят? Ну, кто что Кто самокат Кто книжку Как думаете, что бы хотел получить сам Дед Мороз? Ох, наверное, он бы хотел получить побольше улыбок, как мне кажется И чтобы побольше людей в него верили Ничего материального, считаете? Мне кажется, у него все есть Он же Дед Мороз Я даже не знаю, у него все есть для жизни хорошее Чего бы он хотел? Чего бы он хотел? Чтоб дети были послушными Чтоб им дарили хорошие подарки А не послушным же Нельзя дарить хорошие подарки Через несколько секунд о погоде Спонсор прогноза Компания Эволар Подписывайтесь на наш канал в соцсетях И хороших вам новостей Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!